Александр Александрович, во-первых, спасибо, что вы согласились на это интервью. Я понимаю, что для дилеров сельхозтехники события 2022 года были очень сложным испытанием. И для российских дилеров, и для дилеров, которые распространяют российскую технику, и для тех, кто продает зарубежную технику тоже. Скажите, пожалуйста, вот ваши оценки. Хорошо ли направление, которое вы курируете, выдержало эти испытания? Трудно отрицать, что 2022 год – это совершенно особенный период в нашей отрасли, как и во многих других, наверное. Поэтому вот этот первый удар, который мы испытали весной, он, конечно, очень многих дилеров поверг в такое легкое шоковое состояние, потому что мы довольно много видели за свою историю дилерские компании, я имею в виду, потому что многие из них имеют за своими плечами и 20, и 30 лет работы. То есть видели мы и скачки курса, стремительные вверх и вниз, видели мы и ставки высокие по кредитам, и отрицание необходимости поддержки продаж импортной сельхозтехники. Но вот чего мы точно в истории не встречали, так это то, что нам будет нечего продавать. И здесь, конечно, надо разделить, наверное, на две большие части. Это вот сегмент дилеров западной техники, которые испытали наибольший стресс, и дилеров отечественной техники. Ну, с точки зрения объемов рынка это примерно одинаково. Ну, они из года в год колеблется, поэтому это вот примерно пополам. И после вот этих двух, двух с половиной первых месяцев шока, дилерское сообщество, наверное, смогло начать перестраивать себя на какой-то новый лад, который еще не сформировался, еще займет определенное время, прежде чем мы перейдем в новое состояние. Вот, поэтому в целом можно сказать, что выдержали, но ситуация еще развивается, она еще, наверное, далека от своей финальной точки. Поэтому посмотрим. Просто были свои небольшие секреты, за счет чего дилеры этот год переживают довольно неплохо. Но это не значит, что так останется в 2023 году. То есть сейчас риторика у всех, и у меня в том числе, потому что основное испытание отрасль ждет в следующем году. С чем это связано? С усилением санкций, с энергетическим кризисом в Европе? Ну, тут целая совокупность причин. Ну, вот то, что помогло нам остаться на плаву, так по-простому говоря, в 2022 году, это наличие переходящих остатков. Ну, причем это касается техники и запасных частей. То есть это было как раз в преддверии сезона. Много кто был уже готов к его началу. И была возможность продавать хотя бы то, что было. Потому что даже российские производства, я не говорю сейчас про крупные западные корпорации, которые просто приостановили. И они до сих пор в этом состоянии находятся. Да, приостановили свою деятельность. Но опять же в логике России и зарубеж. То есть вот то, что находится на складах в России, оно продавалось и продается до сих пор. В том числе и с позиции постпродажного обслуживания, тем самым запчасти, например. Даже российские заводы и ТОН на какой-то промежуток времени остановили свое производство. Ну, или приостановили, или существенно сократили, пытаясь перегруппироваться под новые деньги. На следующий год у нас не будет таких запасов. И вообще в этом году надо понимать, что наложилась прям совокупность факторов. То есть есть глобальный дефицит машин. Ну, это легко понять почему. Потому что у каждого сборочного завода десятки, а то и сотни поставщиков. Представим себе, что у тех тоже есть свои десятки и сотни поставщиков. И по любой причине любые компоненты запасной части, которые используются как для сборочных целей, так и для целей пополнения складов запасных частей, приводят к тому, что машина оказывается недособранной. Насколько я могу судить, на мировом уровне разные производители недособрали от 20 до 40% того объема, который собирались сделать. Это связано только с событиями после 24 февраля или наложился еще кризис? Это еще поверх ковида еще произошло. Да, то есть оно и так-то было непросто. Ну, вот самый яркий пример, который все любят говорить, не вдаваясь в подробности. Очень много комплектующих так или иначе идет из Китая. Китай довольно жестко борется с ковидом. Плюс у них есть свои политические задачи. В какой-то момент все вдруг поняли, что не хватает чипов, электронных компонентов. Причем это затронуло очень многие сферы. То есть не только сельхозтехнику. Ну, прежде всего, автомобилисты. Да, мы, наверное, все наслышали, насколько они бедные настрадались и были вынуждены даже останавливать свои линии сборочные, потому что у них не было соответствующего обеспечения. А сюда еще добавимы события февральские наши. И стало еще интереснее, еще более непрогнозируемо. Вплоть до того, что многие игроки привыкли, это нормально, к фиксированным прайс-листам, к какому-то темпу повышения цен. Так вот, в последние месяцы компании могут пересматривать ценники прямо в режиме ежемесячном. Или даже назначать индивидуальные цены на какие-то машины. Ну, просто потому, что она была частично собрана весной, а потом дособиралась осенью и начинает стоить просто других денег, потому что прошел длительный период ожидания. И, к сожалению, дилерам приходится это еще и сельхозпроизводителю объяснять, почему они пересматривают контракт уже заключенный. Да, да, безусловно. Поэтому надо понимать, что в этом году цены выросли очень сильно. Хорошо, если на 20% где-то. Причем 20% это, наверное, больше касается западной техники. И частично это было скомпенсировано падением доллара и евро. А так в среднем 35% и 40% и 45% и 50% по отдельным машинам вы видели. И надо сказать, что на 2023 год это продолжится. Рост цен продолжится. Теперь же еще добавится сюда энергетический кризис в Европе. Мы же видим, что индекс промышленной инфляции в Европе составляет сейчас почти 40%. То есть оно и по ходу года дорожало, и на следующий год будет еще дороже. То есть вот мы сейчас заказываем машину на следующий год, например, средняя такая кучность удорожания 30-35%, если мы берем валюту. А российская промышленная инфляция – это очень важный вопрос, потому что от этого зависит субсидирование программы 1432 на следующий год. Здесь как растут цены? Это вообще прекрасный вопрос. На самом деле, если посмотреть на последние годы, темпы цен на российские машины никогда особо не отставали, а часто и опережали рост цен на машины импортного производства. И в этом году ровно то же самое история. То есть оно все подорожало, ну потому что мы помним там подорожавший металл, на который очень многие жаловались. Вот сейчас к этому добавляются еще какие-то трудности с обеспечением линий альтернативными компонентами. Но мы же понимаем, что компоненты – это не в супермаркет сходить, то есть они на полках не лежат. То есть их нужно дополнительно произвести и потом, соответственно, ввести откуда-то, то есть может быть сертифицировать какие-то вещи. Поэтому на российском уровне, на российской стороне они проблемы те же самые. Но с точки зрения цен, достаточности всего для обеспечения сборки. То есть мы абсолютно в одном темпе идем с остальным миром. Александр Александрович, по вашей оценке, что было самым серьезным испытанием для дилеров? Волатильность рубля, уход западных компаний с российского рынка, необходимость вести окольными путями технику, запчасти? Ну, знаете, вот здесь я бы в прошедшее время не хотел бы использовать, потому что это длящаяся история, да, все еще. Вот. Формально с российского рынка никто не ушел. Вот что самое интересное. То есть ни одна компания, производящая технику западная, не сказала, что мы с российского рынка уходим. А как же «Джон Дир», как же «Акка Пауэр»? «Акка», простите. «Акка». Ну, формально это выглядит как приостановка деятельности, причем, еще раз подчеркну, операционная деятельность, она велась, ну, «Акка» и до сих пор ведется. Ну, то есть я могу прийти, купить у них запчасти. Те, которые находятся на российском складе. Запчасти они продолжают поставлять? Да, да, как многие другие. Вот. Поэтому формально никто никуда не уходил. Просто нет операционной деятельности между российскими офисами и их зарубежными офисами. То есть этих поставок нет. Вот. Поэтому, конечно, с точки зрения экономики, с чем столкнулись дилеры, это, естественно, отсутствие товара. По разным причинам. Перестали возить, не могут собрать, не могут вовремя поставить, не гарантируют сроки, ну, просто нечего продавать. И вот это, наверное, самое жесткое испытание, ну, потому что дилеры с довольностью с большим трудом набирают вот эту экспертизу в людях в том числе, да. А затраты на людей – это основная статья для подавляющей части дилеров. И они, конечно, хотят сохранить свои коллективы. Но мы понимаем, что и время такое, что бизнес должен быть социально ответственным, да, и охранять доходы сотрудников своих или давать возможность хотя бы зарабатывать. Вот. Поэтому, ну, один из выходов здесь был какой? Как обычно. То есть дефицит порождает рост цен просто сам по себе, безотносительно того, что происходит. Вот. Ну, и на фоне вот этого галлопирующего роста цен, в принципе, ну, вот какие-то дилеры просто за счет маржи сохранили и сохраняют возможность как бы жить дальше. Я понимаю, много недовольных этим, да, вот достаточно почитать блоги автомобилистов, как люди возмущаются, почем все стало. Ну, вот. Но, с другой стороны, у нас не так много вариантов, как еще выживать в этой ситуации. Ну, потому что, представьте, вы теряете половину того, что вы продавали. Ну, условно говоря. Кроме того, денег требуется больше, потому что многие поставщики требуют предоплаты. Правильно я понимаю? Да, да, безусловно. Вот как весной все перешли на предоплатную схему работы, отменили все кредитные лимиты, вот эти программы рассрочек, застрахованные лимиты, ну, как бы они не назывались. А какую долю они занимали? Вот такие кредитные линии, рассрочки и прочее. Большую. Я думаю, что, ну, вот если скажу, что половину, и, может быть, даже чуть больше, то сильно не ошибусь. Как дилерам пришлось выкручиваться в этом случае? Получается, нужно взять, где-то найти большой объем денег, чтобы все оплатить вперед, долго-долго ждать, пока оно приедет, и потом сельхозпроизводителям продать. Как вот в этой ситуации? Ну, здесь, наверное, такие, да, здесь было, наверное, таких две больших истории. То есть первая, к сожалению, она самая очевидная и самая простая. Это все, ну, в массе своей переложили на клиента. Ну, потому что ни у одного дилерского бизнеса, даже самого крупного, нету возможности. За счет своего ресурса я делаю отраслевую аналитику каждый год. И я каждого из 500 примерно дилеров представляю в цифрах, как он живет. Так вот, у нас очень-очень небольшое количество дилеров, которые, скрипя, могли бы продолжить операционную деятельность, там, не привлекая ресурс. Есть, ну, есть такие. Вот, но, опять же, не в условиях там роста цен, удлинения операционных циклов, то, что мы сейчас видим. Но это когда приходится долго ждать, если в терминах. Если в терминах. Вот, поэтому первое, это, конечно, все это оттранслировать на клиента. Но полностью, естественно, сделать не удается. И, наверное, было бы и нечестно, по-хорошему. И второе, это работа с банками. Потому что мы помним, как резко выросли ставки, вот, как резко банки перестали с удовольствием выдавать деньги. Вот, а сейчас есть совершенно очевидный вопрос, очень правильный, по отношению к всем подобным торгующим организациям. В надежде на что, то есть под какие-таки перспективы банк должен финансировать дилерский бизнес. Ну, вот, представим, если ушел Джун Дир, да, есть дилер Джун Дир. То есть вы стали рискованным клиентом для банка, да? Да, многие дилеры просто вот получили дополнительную порцию риска на себя. Вот, и, конечно, приходилось этим вопросом заниматься не в логике даже больше получить, а сохранить хотя бы то, что у тебя уже было, ну, в части лимитов или физических полученных денег. Ну, вот, чтобы ситуация не стала еще хуже. Потому что для тех, кто работает, ну, работали там с западными партнерами, надо понимать, что отмена вот этих кредитных лимитов, это не только невозможность взять новое, это необходимость погасить старое. Ну, а мы помним, какие были уровни валютные, там, в марте месяце, когда многих понуждали это сделать. Ну, то есть, надо понимать, что-то, деньги деньгами, но с точки зрения денежного потока вот здесь и сейчас многим пришлось оплатить такую повышенную цену. Вы сказали, что дилерам пришлось переложить эту проблему на плечи сельхозпроизводителей. Правильно ли я понимаю, что просто поднять цены, чтобы хоть где-то найти деньги? Цены, запчасти, технику? Ну, это не для цели, поднять цены не для цели найти деньги. То есть, это больше вопрос наличия денежного ресурса как такового, чтобы иметь возможность товара проводить. То есть, так научными словами сказать. То есть, прежде чем продать, я должен это купить и действительно сейчас купить это довольно продолжительный период времени. Вот. И был момент, когда, сейчас, слава богу, попроще стало, был момент, когда даже при сроках поставки 3-4 месяца я должен был заплатить сейчас. 100%. Вот. Поэтому это не про маржу, это про возможность покупать. То, что в отдельных местах дилеры стали больше зарабатывать в плане прибыли, это тоже, это факт, его надо признать. Но вот, до бесконечности это делать невозможно. Вот. Но это то, за счет чего удается проживать эти времена. То есть цены были подняты не ради наживы, а чтобы просто сохраниться, выжить, продолжать деятельность. Но опять же, надо понимать, что этот вклад на фоне роста цен в принципе на машины, он не критический. Ну вот как пример, то есть если там средняя маржа на сельхозмашинах была 6, 7, 8, 9, 10 процентов, да, то она осталась соответственно там 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну, это не в три раза, да. Вы опасаетесь за спрос на сельхозтехнику? Сейчас пшеница стоит в некоторых регионах на грани себе стоимости. Цены на ней находятся? Опасаюсь. Ну, учитывая, что мы, вот я, по крайней мере, за свою историю видели не раз ситуацию, когда рынок легко и непринужденно, продаж техники, имею в виду, стояли месяцами, ну, 3-4 месяца практически ничего не происходило. Был период и полгода на рынке ничего не происходило. Конечно, нас это пугает. Ну, то есть мы знаем, что это может повториться и наш покупатель будет обходиться тем, что есть. А сейчас продажи техники идут или нет? Идут. Идут. Насколько они, вот если сравнивать там сентябрь, август-сентябрь 22-го года с августом-сентябрем 21-го года изменились? Ой, вот это хороший вопрос. Физически. Если у вас есть такие данные, конечно. Ну, я могу предположить, потому что мы тоже по-разному это считали уже несколько раз, что в физическом выражении продажи сократятся процентов на 35, ну, может быть, местами там до 40. Вот. Ну, треть, треть уйдет. Но если мы выражаем это в деньгах, ну, за счет тех самых роста цен и прочих факторов, вот, скорее всего, это будет плюс-минус цифры 21-го года. Мы общались накануне с представителем Минсельхозпрода Ростовской области, он привел такую статистику, что стали покупать техники меньше примерно там на 15-16 процентов в зависимости от вида сельхозтехники, но при этом продажи через Росагролизинг напротив увеличились. Скажите, вы с лизинговыми платежами работаете, и как изменился спрос в зависимости от того, когда нужно оплатить сельхозтехнику? Ну, вообще спрос на сельхозтехнику очень сильно зависит от доступности лизингового финансирования, ну, потому что это нетрудно посчитать, лизинговые платежи позволяют там на 3-5 лет распределить нагрузку. Конечно, есть удорожание, это нормально, вот, но одно дело купить сейчас трактор там за 20 миллионов, другое дело платить равномерно за него там по 3-4 миллиона каждый год. В то время он уже в полях работает. Поэтому, безусловно, развитие рынка в последние годы рука об руку ушло с развитием лизингового финансирования. И вот по мере того, как ставки снижались, ситуация на рынке была благоприятная, то есть многие заемщики могли себе позволить довольно широко инвестировать с привлечением лизинговых компаний, то есть вроде как это уже превратилось в норму, в такую стандартную практику. Вот. И те же самые вот события весны, они привели к чему? То есть многие компании лизинговые просто отошли и замерли на какое-то время, потому что они не перестали понимать, по чем стоят деньги. Но они же тоже фондируются где-то. Вот. И перестали понимать сколько уже они должны зарабатывать в этих условиях. Вот. А Росагролизинг должны отдать. Они наоборот подтвердили, что все в силе. И вот все те, особенно льготные программы, то есть и безавансовые, и на 8 лет, и со срочкой первого платежа, ну и там довольно длинный список. РАЛ действительно большие молодцы. позволили, позволило многим эту технику таки приобрести. То есть даже если они, может быть, и не предполагали уходить в лизинг, да, тем не менее для многих это был выход. Но это и до сих пор только сейчас остается. Вот. У Росагролизинга только единственное есть сейчас, ну не проблема, наверное, вопрос, который нужно решить, это дополнительное фондирование, потому что техника подорожала. То есть на тот же самый физический объем сейчас просто требуется коэффициент условно полтора. То есть на 50% лучше надо заплатить за сельхозтехнику. Да, да. Ну я вот говорю, мы на следующий год сейчас контрактуемся с поставщиками. То же самое. То есть это еще плюс 30%, а то и 35%. Поверх. Соответственно, этот рост цен увидят и сельхозпроизводители на технику, да? Ну естественно, конечно. Ну и это тоже фактор сдерживания спроса. Вот это продолжение вопроса, помогают ли низкие цены ВПК покупать технику. Ну как бы не помогают. Помогает ли рост цен на эту технику, продавать ее больше тоже не помогает. Поэтому мы ждем, что следующий год будет именно для дилеров довольно тяжелым. Он и для наших покупателей тоже будет, наверное, нелегким, потому что им тоже предстоит перестраивать свою экономику под эти условия. Вот. И, наверное, как будто и нужна эта техника, это нормально. То есть она постоянно нужна, тушить эти средства производства. И надо будет как-то, наверное, подстраиваться и под те парки, которые у них есть. Мы много слышим от дилеров, что они стали проявлять больше интереса к китайским производителям, к турецким производителям. Скажите, пожалуйста, ну новостей-то, конечно, сыпется много на голову. Там Зумлеон привезли, показали на выставке. Но в целом изменился рынок сельхозтехники вот у нас внутри России. Стало ли больше турков, больше китайцев, может быть, еще какие-то новые представители? Или, в принципе, это такие единичные случаи, когда техника другой страны приходит к нам? Нет, это уже довольно массовый характер носит. Я имею в виду поставки из Китая, Турции и других стран. Здесь просто несколько моментов надо отметить. То есть, первое, вот когда стало понятно, что традиционных поставок из-за рубежа не будет, было такое, знаете, легкое эйфория от того, что мы сейчас, конечно, пойдем и все найдем в других местах. Слава Богу, на Земле хватает стран, куда можно было бы свои взоры обратить и там чего-то приобрести. Так вот, что выяснилось для многих неожиданно надо признать, что стран, где развитое сельское хозяйство, ну, которое обычно сопровождается развитым сельхозмашиностроением, похожих на нас, климатически, агротехнологически и как угодно, с историей производства сельхозмашин, ну, многолетней, потому что мы понимаем же, что экспертиза, она накапливается довольно тяжело. Оно, конечно, можно взять и построить самый современный завод, если у тебя очень много денег, да, но там, как и в любом деле, тысячи и десятки тысяч мелочей, которые так или иначе приходится прожить, прежде чем это становится хороший продукт. Вот, так вот, таких стран, как выяснилось, очень немного. То есть, хорошо, если наберется десяток. А вот совсем уж похожих, да, что можно было поехать купить машину, которая нам вписывается в принятые практики ведения операций, так их вообще практически-то нету. Ну, вот, как пример, да, Турция в основном производит малые машины для малых форм хозяйствования. Ну, то есть, это тракторы, там, 50, 60, 80, 110 лошадей. Вот, Китай и Индия там большие климатические особенности. То есть, помимо того, что сельское хозяйство иначе устроено, там, иная нарезка полей, так там климат, который, например, не требует кабины. Ну, ее, наверное, можно поставить, да, вот, но в каком-то базовом исполнении кабина зачастую не нужна. Вот, либо мощность и характеристики по тракторам. например, сейчас выйти в дружестве иностранной, найти трактор, например, там, 340 лошадей, ну, это, как бы, невозможно, нет его. То есть, есть у китайцев какие-то образцы в единичных, там, моделях, которые еще надо привести и покатать это что? Посмотреть на него, да, потому что, опять же, тот же климат на это тоже накладывает свои ограничения. То есть, если у тебя всегда тепло, у тебя нет каких-нибудь там зимних пакетов к этому трактору, ну, это как в автомобилях то же самое, правильно? То есть, двигатель должен заводиться, в том числе и на морозе, ну, и так далее. Вот, поэтому реальных, таких здоровых, полноценных, а тем более быстрых альтернатив, ну, их очень-очень мало. Можно привезти опрытки телесамоходные из Бразилии, да, какие-то небольшие тракторы из того же Китая, тоже да. Вот, но, помимо самого продукта, надо понимать, что вокруг него существуют свои вопросы. Ну, он должен агрегироваться, да, он, во-первых, может быть, еще к цифровому земледелию должен быть приспособлен, да? Да, да, ну, и опять же, административную часть не забываем, он должен быть сертифицирован, прежде чем попасть на российский рынок. Это самое сложное, наверное. Вот, поэтому там, ну, на пути этого всего хватает вопросов. Ну, они решаемы в целом. Вот, но, надо понимать, что все в конечном итоге требует времени. Ровно точно так же, как производства те же самые китайские, у них же свои планы, правильно, были свои цели, были свои покупатели. Поэтому, даже если мы очень хотим прийти и купить там пять тысяч тракторов, их просто физически может не быть. может быть, на следующий год они как-то с этим организуются. Кроме того, это же не только продукт, это его сопровождение, это запчасти, правильно, это гарантийные условия, какие-то, это подключение к каким-то системам. Ну, если мы сидим, думаем, что в Китае системы русифицированные, и любой может пользователь зайти и сказать, вот я ваш дилер, давайте залогиниться на портале дилерском и начну работать. Так это хорошо просто, даже языковое, на каком языке мы будем там работать. Вот, и кто будет содержать эти склады запасных частей, и какая логистика будет их обеспечивать. Ну, потому что в том числе там те же самые западные компании, они пользуются услугами западных логистических операторов, которые тоже в свою очередь сейчас иначе работают или не работают вовсе. Вот, ну, то есть есть масса веселых вопросов, то есть быстрого ответа не будет в конечном итоге, это надо понимать. Не быстро в закрытии линейки, ряд машин просто отсутствует, чего-то не хватит по количеству, вот, и все новые бренды будут сталкиваться, или, скажем так, пользователи новых брендов будут сталкиваться с какими-то вот проблемами первичными по службе. То есть, какова бы сильна не была решимость заместить техникой дружественных стран, пока ландшафт не поменялся, скажем так, на рынке сельхозтехники в России, да? Ну, он точно не заместит вот то, что выпадает, и западное, и недопроизведенное отечественное в том числе, вот, конечно, китайцев в штуках станет больше, безусловно, может быть, это как-то там доля МТЗ подвинет на нашем рынке, вот, в отдельных нишах, может быть, заместит импортные какие-то продукты, вот, но это частичный ответ, в конечном итоге это частичный ответ. Скажите, а вся эта ситуация не стимулировала ли у дилеров сельхозтехники больше обратить внимание на отечественное производство, плотнее работать с российскими производителями сельхозмашин? Ну, безусловно, я думаю, что только ленивый дилер никуда не сходил, даже к тем, на кого он раньше там и не обратил бы внимания, ну, даже каждый свою ищет, нишу там, ценовую, качественную, правильно же. Вот, а сейчас надо особенно оценить производителей, которые готовы с тобой работать. И для многих производителей это, конечно, хороший момент, ну, поискать себе там, может быть, более сильных, более-более знающих партнеров или там, не знаю, с большим территориальным покрытием. Да, дилеров ведь очень много зависит, сервис, обслуживание техники, которую ты продал, это же очень важно. Золотые слова. Дилер отчасти делает лицо производителя, да? Да, да, сто процентов. Ну, потому что продукт, который в итоге не работает, он никому не нужен, так или иначе. Вот, а вот эта работоспособность в немалой степени обеспечивает именно дилер. поэтому, оно по логике вещей так и действительно все со всеми, наверное, переговорили. Есть интересный момент, который вот довольно часто звучит. Крупные дилеры западных компаний, приходя к крупным производителям сельхозтехники, часто слышат вопрос, а что будет, если вдруг нечаянно они вернутся? Так, интересно. Вот, и это хороший вопрос. Ну, потому что, представим себе ситуацию, Джун Дир вернулся. Гипотетически. А этот дилер Джун Дировский, он подписался, ну, выберите любое слово, Ростельмах или Питерский тракторный завод. Конечно, наверное, существует риск, и было бы честно об этом сказать, что дилер захочет вернуться в привычные для себя лонна. Ну, довольно большой. Да, поэтому, конечно, производители, они чаще всего озвучивают позиции, что будут опираться на своих традиционных партнеров. Да, конечно, закроют те, может быть, территориальные уголки, которые были пустые, например. Да, или где-то, может быть, поменяют совсем нерадивых на вот этих каких-то новых и больших, раз уж подвернулась такая возможность. тем не менее, где-то вот на заднем плане эта вот мысль остается. Ну, и здесь надо тоже понимать, что большую роль играет ментальность вот в отношениях между странами. Ну, то есть, то, как строят свою политику российские заводы, то, как их строили западные заводы, и то, как их сейчас строят китайские заводы, это три разных мира. А вы можете рассказать об этом? В чем разница? Могу рассказать. Если это можно широкой аудитории услышать. Могу рассказать. Ну, вот, например, западные корпорации, у них сильные стороны какие? То есть, они в целом предсказуемые, зачастую нацелены на долгосрочное сотрудничество. Ну, то есть, если они выбирают довольно тщательно партнеры себе, то есть, они, в принципе, исходят из того, что это вот должно быть на долгие годы. У них очень много что формализовано по процедурам, по подходам, политикам. И это вот некие рельсы, на которые ты можешь встать и поехать. Конечно, от тебя, как от дилера, много что зависит. то есть, финальное исполнение, то, насколько ты будешь хорош в тех же самых продажах и обслуживании, в немалой степени, ну, это все-таки ты, а не производитель. Обратная сторона у этого всего. То есть, это некая обезличенность. Ну, раз есть процедуры, то вопросы должны решаться в рамках процедур. Так ведь? Вот. Есть требования, то есть, раз ты дилер у какой-то западной корпорации, то таких дилеров по миру их очень много. Все играют примерно по одним и тем же правилам, ну, там, с небольшими отклонениями, да, с учетом страны. и даже если ты здесь по местным меркам какой-то крупный и особенный, то в рамках глобальной политики отношений с дилерами, ну, ты вот вполне себе может быть заурядный. Отсюда, вот, то есть, у тебя есть некая комфортная рамка, внутри которой ты должен существовать. Вот, но ты постоянно находишься под давлением и присмотром вот этих требований, каких-то стратегий, которые производитель реализует и должен быть готов в том числе инвестировать. И даже если ты не очень согласен, ну, предположим, те же самые территории, на которых тебе позволяют действовать. Ну, есть территории, на которой ты хочешь действовать, а есть территории, которые просто по каким-то причинам остались пустыми и тебя могут, скажем так, аккуратно пригласить. Хотя они могут и не попадать в зону твоих интересов. Ну, это соответствует интересам самой корпорации. Вот. Российские, они менее формализованные, ну, при всем при том, что, наверное, стараются. За всех я не отвечу, потому что они очень разные, да, у нас есть два гиганта, там еще, может быть, компаний пять, ну, такие уверенные середняки и очень много мелких производителей. Вот. Но, тем не менее, вот в рамках русских традиций очень много вопросов решаются на личном контакте, то есть, на личном взаимопонимании. Я сейчас не говорю, что в логике там каких-то злоупотреблений, ну, вот. Просто, если люди друг друга хорошо слышат, они, и там, понимают, да, они на этом основании строят бизнес. Какие бы ни были процедуры. Ну, то есть, мы должны честно признаться, что мы довольно часто идем поперек каких-то принятых правил, ну, потому что это целесообразно. Вот. Еще момент, это то, что крупные производители сейчас, многие кинулись срисовывать те же самые требования западных компаний, и очень часто делают это в таком слепом копировании, я бы сказал. иногда даже более жестко, чем на рыбке это есть. Ну, просто потому, что хотят чему-то соответствовать. они себе придумывают некий бенчмарк, ну, допустим, вот, пример, живое, это строительство дилерских центров. Дорогое мероприятие, ну, это часто девятизначные цифры, построить дилерский центр. Вот он просто должен быть и все. Не потому, что время пришло, не потому, что у дилера там деньги лишние есть, или достаточный ресурс для этого есть. Он просто должен стоять. Потому, что он уже стоит условно у Джун Диры, там, и у Класс, или у кого-то еще. Это многих вот, ну, как бы настораживает. С одной стороны, понятно, ты вроде как дилер должен чему-то соответствовать, но вот, с другой стороны, те же западные компании, они эти дилерские центры, строили или требовали на протяжении там 15 лет или скольки. То есть, ну, это такая была очень долгоиграющая задача. Вот. А сейчас на российском поле это нужно сделать за 2-3 года. Ну, и я знаю прям реально надорвавшихся дилеров на исполнение этого упражнения. Это сложно. Это экономически сложно. И даже не всегда целесообразно. Вот. Это вот, как у нас здесь бывает. еще момент это как даже сформулирует его. То, с одной стороны, бизнес такой немножко как бы личный, а с другой вот мы всегда нравим перелишить вот с этими личными отношениями. ну, то есть, иными словами, производитель может в режиме, ну, вот как бы ты мне друг и партнер, да, ставить какие-то задачи, которые, ну, вот, там, поперек дилеру, как бизнесу, я имею в виду. то есть, они могут быть никак не формализованы. Ну, то есть, в духе там ты мне обещал, да, или слушать, что я тебе говорю, вот, и вот это не всегда бывает понятно. ну, то есть, вот это такая оборотная сторона вот этих каких-то хороших взаимопониманий личностей. То есть, мы вот эти границы переходим, в отличие от западных корпораций. А китайцы тогда? Какой вариант остался еще для китайских? Для китайцев остался, ну, я не могу сказать, что накопился уже богатый опыт по китайским партнерам. вот, но там бизнес, он такой, как вот я слышу, и там сами немного прожили, он очень механистичный. То есть, грубо говоря, личного там вообще практически ничего нет. Ну, как бы люди широко друг другу не улыбались, не пожимали руки, не клялись там в верности, ничего этого нет. То есть, там вот бизнес чисто бизнес. То есть, это вот такой жесткий обезличенный сценарий. Второе, что отмечают, это китайские партнеры довольно легко извиняются за допущенные ошибки с их стороны, но это, опять же, возвращаясь к российскому бизнесу, ровным счетом не обозначает, что российский дилер на основании этого может тоже позволить себе немножко отклониться от выбранного курса. Ну, предположим, вот мы заплатили деньги за первую партию, которую не привезли. Содерживают. В глазах китайского партнера это вообще ни разу не обозначает возможность пока не платить за вторую. Потому что ты мне обещала, потому что у нас подписаны документы, вот, и то, что первая партия приедет, ну, конечно, приедет. Если тебе неудобно, то я перед тобой виноват. И мы возвращаемся в начало диалога. Ну, то есть примерно так. Да, кто бы мог подумать. Александр, Александр, это тоже надо привыкнуть ровно точно так же, как сейчас я уже закончу. И есть некая неспешность. Ну, то есть мы сидим себе, как дилер, придумываем, что если бренд заходит в российский рынок, он, конечно, должен немедленно создать или хотя бы начать разворачивать всю сопутствующую инфраструктуру. В глазах китайских товарищей вообще не так. Ну, то есть одно вообще никак не вытекает из другого. То есть если есть необходимость создания инфраструктуру, ну, так создай как только подойдет момент или возникнут предпосылки или будет принято какое-то решение в каком-то месте, причем оно не всегда очевидное, ну, тебе сообщат. Александр Александрович, грустный разговор у нас выходит, но все-таки что делать аграриям? Цены будут расти. Это неизбежно, видимо. Как им поступать? Брать кредиты, брать в лизинг технику быстрее, быстрее, пока не стало дороже, сложнее? Технику надо брать, пока она есть. Если есть возможность, брать ее надо чем не раньше, потому что тем дальше она будет дороже. Самый хороший вариант это пойти в Росагролизинг и взять ее там. И это даже сейчас неважно, то есть федеральная это программа, ну, то льготная там со всеми условиями или это коммерческий лизинг. Ну, который будет, конечно, дороже, конечно, дороже. У нас и сейчас и даже ставка центрального банка не на уровне 1% находится, правильно? То есть надо соотносить с тем, сколько в принципе стоят деньги по рынку сейчас. У Росагролизинга и коммерческий лизинг сейчас выглядит неплохо вполне. Кроме того, там господа, которые принимают решения, очень подвижные, очень слышащие и ищущие ответы. То есть в конечном итоге можно найти приемлемые варианты для себя. Но мы, например, постоянно с ними в диалоге находимся. Росагролизинг сейчас и для дилеров делает определенные программы, которые мы анонсировали как меры поддержки для дилерского сообщества. То есть и через них реализованы в том числе. Поэтому совет такой, если кому-то надо брать, то надо брать быстрее, пока есть и желательно сфинансирование. Скажите, вот раз уж коснулись темы мер поддержки, что вам как дилерам могло бы помочь существовать? Ну, вам, конечно, с прицелом на то, чтобы у сельхозпроизводителей наших была техника. Надо определить, про кого мы говорим, кто платит. Государство, федеральный бюджет. Федеральный бюджет? Да. Ну, здесь давайте несколько моментов. Мы напрямую, вот мы как дилерское сообщество, от государства ничего особо не ждем и не требуем. Ну, потому что какие аспекты могут затрагиваться? Налоги? Ну, наверное, нет. Да? Чтобы государство нас финансировало? Ну, в лучшем случае это могли бы быть программы вот этого субсидирования аналогично как действует для АПК. Так? Ну, то есть тоже подробнее субсидирование чего? Проснованных ставок, я имею ввиду. Ну, сейчас колхозники могут прийти и получить кредит, по которым есть субсидированная ставка. Ну, то есть наверное, ну, мы это тоже обсуждали, но это вот слово наверное. Дилера можно было бы рассматривать как часть системы обеспечения сельского хозяйства и на них распространить действия вот этих правил. Ну, вот, могли бы это попросить, могли бы, но я еще раз повторю, один из вопросов со стороны банков, это не то, сколько стоят деньги, да, это глядя во что и в надежде на что банк в принципе будет финансировать этого дилера. это очень хороший вопрос, то есть у дилера должен быть внят ответ на него, потому что если не будет кредита, это не имеет значения, будет кредит субсидироваться или не будет в конечном итоге, то есть банк как партнер должен видеть перспективу в дилере, как в заемщике, вот, поэтому попросите государства субсидированного кредита, ну, идея хорошая, наверное, правильная, она сильно помогла бы, да, нам начинать надо немножко с другого конца в этом вопросе. Может быть, мы и к этому придем, потому что мы как ассоциация занимаемся этим вопросом, ну, то есть мы периодически в диалоге по всяким разным аспектам, в том числе и в рамках поддержки дилерского сообщества, вот, поэтому основное, а, да, давайте еще вот что-то говорим, ну, вот, например, есть пошлины, да, если мы разговариваем о поставках из-за рубежа, можно ли их отменить либо приостановить на какое-то время, ну, можно, это тоже уже в периметре разговора. После импорт сельхозтехники. неважно, ну, и запасных частей в том числе, да, ну, как бы, да, оно не имеет отношения зачастую напрямую к дилеру, да, но это способствует как бы лучшей реализации, потому что станет дешевле той техник, которую мы предлагаем. Вот это, наверное, можно было богусарств попросить. Тут нельзя забывать, что в то же самое время Росспецмаш просит государство, напротив, исключить иностранную технику из всех мер господдержки, чтобы несубсидированный кредит нельзя было взять на покупку, чтобы Росагролизинг не закупал иностранные техники. Сейчас мы на эту тему если есть желание тоже можем поговорить, сейчас я прям отдельно про это скажу. Вот что, наверное, помогло бы из мер государственных это решить вопрос с утилизационным сбором. Я понимаю, что это имеет выход тоже сейчас опять же на на ИПРТ, который не в почете абсолютно в данный момент, но сам механизм утилизбора и вот суть, которая была заложена и то, как это по факту применяется, вдумаемся, утилизационный сбор, то есть он направлен на что? На создание условий по утилизации. Какие условия? Какой утилизации? Это до сих пор вопрос без ответа. То есть это некий механизм перераспределения фондов. И к экологии это отношение не имеет никакого. И фондами этими распоряжаются тоже не люди, связанные с экологией. Но тем менее это становится стопором в поставках сельхозмашин в России. Можно про меня, наверное, думать как сторонника западных брендов и западных поставок, но у меня здесь логика она абсолютно даже если она так выглядит, абсолютно иная. Ну давайте на цифрах поразмышляем. У нас вышла стратегия 2030. Читали, развитие ПК на ближайшую перспективу. Вот там написано, не знаю зачем, но написано, что в 2021 году было приобретено 16 тысяч тракторов, 7 тысяч комбайнов. Я не говорю как считали, потому что оценки тоже есть разные. По мне эти цифры немножко занижены, но это не суть важна. 16 тракторы и 7 комбайнов. При этом парк техники, находящийся сейчас в рабочем состоянии в России, это 430 тысяч тракторов и 140 тысяч комбайнов. Можно сравнить, то есть 16 и 400 для простоты и 7 и 140. То есть в случае комбайнов это 1,20, а в случае тракторов и того меньше. Соотношение продаж с парком. При этом в самом уже документе написано, что предпочтительным и правильным являлось бы обновление парка темпом 10%. Ну, то есть если у нас тракторов 430 тысяч, то логично, исходя из срока службы, что техника естественно изнашивается, обновлять его темпом 43 тысячи тракторов в год. Ну, в самом документе написано 43 тысячи. Продалось 16. При этом есть дефицит сельхозтехники. Вот в частности в тракторах 70 тысяч штук, которые по-хорошему тоже надо было бы закрыть. Ну, чтобы мы вовремя исполняли все полевые операции технологически, правильно? Потому что от этого зависит в том числе и урожайность и качество. Конечно. что получается? То есть 43 тысячи надо просто потому что 70 тысяч, ну, давайте любой горизонт возьмем. За сколько лет мы хотим его покрыть? Ну, побыстрее. Ну, за 5 лет. Ну, предположим. То есть это еще 14, правильно? Да. Дальше мы сидим и говорим нам не нужны западные машины. Ну, то есть мы хотим делать отечественные. Поэтому вот все, что раньше продавалось западное, должно заместиться отечественными. Так ведь? Мы можем говорить, что доля западных 20% или 25% или 15%. Я сейчас не буду искать в этом правду, но это тоже сколько-то тысяч штук. Причем западные машины, как правило, были существенно более мощные, чем отечественные. Ну, это же тоже не секрет, правильно? Да, конечно. Вот. Поэтому если мы говорим, пусть западные постепенно вымываются и уходят, мы будем заменять их отечественными, ну, тогда, наверное, не один к одному. То есть тоже должен быть какой-то коэффициент. Так ведь? Так вот, как не считай, получается, ну, надо минимум продавать 1060, а лучше 80, а еще лучше 90. Ну, чтобы мысли не потерять, да, еще раз повторим, то есть 43 это по стратегии, так, плюс еще 14, это вот уже 57. Это чтобы дефицит нагонять, правильно? Вот. Плюс вот этот какой-то коэффициент мощностной по западной технике, которая будет вымываться и должна чем-то замещаться. Поэтому вот мы легко приходим, уходим за цифру 60, ну, и дальше вопрос как бы фантазии. Пусть будет 70, пусть будет 80. По некоторым оценкам можно и к 90 прийти, то тоже не проблема. Напомню, продавали в хорошем 21 году 15 тысяч. вот какие силы производственные, привлекая какие инструменты продаж, ну, те же самые субсидии, да, или тот же самый рост 15-ти стало, ну, хотя бы 60. То есть, если наше производство, ну, за которое я очень переживаю, я все-таки патриот российский, очень хочу, чтобы у нас производились свои сельхозмашины, это нормально. Вот сижу и говорю, из 15-ти надо сделать 60, ну, первое, что я должен себе сообщить, это физически невозможно. Нет возможности, из производства, которое делало 3000 тракторов, сделать то, что будет делать 10 тысяч тракторов. Поэтому это какой-то путь, вот, это какое-то время, я сейчас не буду касаться компонентной базы, о том, что мы и модельный ряд подсократили невольно, ну, это как автоваз, да, он уже не производит машины с АБС сейчас, начнет производить потом, весной 23-го года, то же самое с сельхозтехники, то есть ряд моделей просто, ну, мы пока не можем произвести, потому что не нашли этих самых замен, либо мы их нашли, но нам их пока не готовы продать, то есть продадут потом, когда мы вот все в очередь встанем, как положено, за этими самыми дефицитными компонентами, вот, так вот и вопрос, то есть, какими такими силами мы будем обходиться в этих условиях, пока не придем вот к этим целевым значениям, ну, вот пока ответ такой, что наше производство не могут этого сделать, мы часто от Минпромторга слышим, ну, это, наверное, их работа, что мы все решимы в конечном итоге сделаем, ну, давайте не будем сомневаться, все решимы в итоге сделаем, когда, ну, то есть, у нас были физические цифры производства комбайнов за последние там, 10-15 лет больше 10 тысяч штук, ну, не было, то есть, гипотетически размышляя, можем ли, наверное, можем, делали ли, не делали, но когда-нибудь сможем, ну, то же самое тракторы, вот, например, тракторы мощности 300 лошадей, ну, там плюс-медус 50, ну, то где бы их взять-то? Петербургский тракторный завод. Ну, они все равно в нише более мощно работают, то есть, это уже 400 лошадей, ну, это больше в ту сторону, то есть, это уже следующий класс машин. Поэтому, если мы говорим, что их покупались тысячи, а сейчас, ну, это просто пустая ниша, то есть, там по большому счету нету никого. Ну, вот сколько времени пройдет, пока там кто-то появится. Ростельмаш достроит свой завод, вот, на выпуск тех семерок, которые они нацелились. Вот, но только это тоже время, то есть, прежде чем эта линия превратится в тысячи, пройдет сколько-то лет. Ну, правильно, это нормально, производство быстро не разворачивается. Поэтому, даже если мы сейчас начнем очень интенсивно бежать, вот, на цифры вот этих 60 тысяч тракторов мы выйдем, ну, я даже не знаю, когда это, через 3 или через 4 года. Это надо посмотреть. Ну, вот, а 3 или 4 года надо в каком-то режиме продолжать работать. Я сейчас не драматизирую ситуацию, то есть, мы видели их и более плохие времена, вот, когда этой сельхозтехники никакой не было. Либо она стоила, там, импортная очень дорого, да, отечественная, там, проблемы были с качеством, еще вопрос покупать надо было. Вот, если отмотать туда лет на 15-20 или сколько назад. Ну, и как-то жили, ну, как-то к этому адаптировались. Вот, но это больше вопрос здраво на вещи смотреть. Ну, потому что, если на вопрос хватает ли у нас техники и на что мы хотим делать упор, ответ идет такой, мы будем развивать отечественное производство без проблем. Но это, как в английском языке, да, это длящиеся будущее время. Вот, а людям ответ нужен, ну, зачастую сейчас. Сейчас, то есть, как я буду жить сейчас. Вот, и в этом месте надо себе честно ответить, что либо мы ни о каких подобных темпах пока не говорим, ну, потому что не можем, ну, не можем. То есть, говорим о других темпах. Вот, либо тогда мы должны по-другому ответить на вопрос, хотим ли мы, это вот все из утеля у нас вытекло, да, из Росспецмаша. Хотим ли мы закрывать все границы, не пускать сюда ни турок, ни китайцев, ни бразильцев, ни, я не знаю, ни бултехнику из Европы, ни откуда. То есть, ничего не хотим, хотим все делать сами. Ну, сделайте. Что против? Сначала давайте сделайте, а потом будем закрывать там себя-то всего мира. Вот, потому что я-то здесь живу интересами наших сельхозтоваропроизводителей. Им работать надо. Им сейчас надо убирать, на следующий год надо сеять. Александр Александрович, мои вопросы закончились. Есть ли что-то, что мы еще не осветили, что, может, вы бы хотели сказать аудитории нашей? Ну, про запчасти я давайте скажу, особенно про импортные. Тема, которая в этом году, слава богу, не превратилась в какую-то большую проблему, но не надо думать, что она не сможет таковой стать в году следующий. Потому что в этом году, повторюсь, были хорошо сформированные склады и у дилеров, и у производителей, которые себя заморозили в своей операционной деятельности. Было окно возможностей, пока вот от озвучивания санкций до момента их имплементации. Было несколько месяцев, в течение которых могли осуществляться поставки, в том числе, санкционных запасных частей, и многие этим воспользовались. Поэтому мы и весну, и лето, и слава богу, осень проживаем не то, чтобы спокойным, но не в авральном и не в аварийном режиме по импортным запасным частям. За это время дилеры попробовали себя на европейских рынках, там, не знаю, на китайском рынке, на турецком, сейчас нет смысла всех перечислять вовлеченных, в поисках этих запасных частей. Ну, потому что, как обычно, все ищут простых ответов. Ну, условно, поеду в Казахстан и там все куплю. Ну, это, как бы, системно это так не работает. Ну, потому что в Казахстане есть дилеры, которые подчинены каким-то правилам каких-то западных корпораций, правильно? Ну, вот, они их таким образом нарушают, они содействуют обходу санкций, ну, и там далее, далее по списку, из-за чего они этого делать не очень-то и хотят. Ровно то же самое относится и к европейским дилерам и к любым другим. Потому что первое, что происходит, это приходит производитель, который для себя решил, что он не будет активно работать с Россией. И задает вопрос дилеру, как так получается, что ты продавал, ну, я не знаю, там на 10 миллионов евро, а сейчас ты вдруг нечаянно продал на 35. Ну, давайте дураков-то искать не будем в этой истории, правильно? Совершенно очевидно, что дилер начал заниматься далеко не только отведенной ему территорией. И, конечно, если корпорация для себя приняла подход не содействовать в развитии отношений с Россией либо прекращать постепенно отношения с Россией, конечно, они этому дилеру будут пытаться чинить препятствия вплоть до лишения дилерства, если видят в этом обход санкций. Поэтому очень тяжело добиться системных поставок, ну, потому что после первой, второй, третьей покупки возникает ситуация отказа в продолжении работы. Даже если кто-то хотел, я не знаю, из идейных соображений, из финансовых соображений, из гуманистических соображений, любых соображений, вот этот канал имеет возможность довольно быстро захлопнуться. Вот, поэтому, конечно, какие-то разовые поставки есть, вместо одних появляются другие желающие, потом следующие, как угодно. Я сейчас даже боюсь представить все многообразие форм, как люди из этих ситуаций пытаются выйти. Ничего из этого сейчас системным не является и гарантированным. И это пока не становится сильно быстрее. То есть, это как были месяцы поставок. Сейчас постепенно появляются предложения с поставкой через 4-6 недель. Это не только профессиональные игроки это предлагают. То есть, логистические компании, которые интегрированы в эту систему поставок, им тоже не проблема сходить спросить, можно ли у вас купить запчасти. Просто через себя. Но это тем не менее месяцы. И дальше в 2023 году это пока не выглядит как решенная ситуация. То есть, она скорее будет ухудшаться. Посмотрим. Еще раз говорю, игра еще не сыграна до конца. Еще будут вводные. Мы это видим и сейчас. Вот, например, те санкции, которые были введены и то, как их потом начали трактовать. Это тоже отличающиеся риторика и документы. Возникает уточнение какие-то там, я не знаю, ходят, меняют коды на ту или иную технику, доказывают, что она не может быть двойного назначения, ну и так далее, и так далее. То есть, много что зависит от позиции сторон конкретной страны, конкретного производителя, конкретного дилера. Это такая очень подвижная сейчас конструкция, которая вот все еще себя до конца не нашла. Но из интересного это вот в июле выходили вторые или третьи по счету комментарии к американским санкциям. Так в итоге договорились до того, что в принципе по сельхозтехнике почти все можно. В принципе можно, то есть возить можно. очень узкий круг запретов. Но запреты в основном ушли в финансовый сектор. Платить нельзя. То есть сельхозтехнику возить можно. Это не санкционный товар. Почти все. Но как за нее платить? Заплатить за нее невозможно. Поэтому вот нащупать эти оттенки, ну это просто их надо прожить. То есть это тоже определенный процесс. ровно точно так же как были артикулы отдельные, которые сразу записали в запрещенку. Сейчас проходит время, нет, выясняется, что таким можно. И чем дальше, тем больше этих ситуаций возникает. И по видам техники в том числе. Потому что эти санкции принимались тоже спешно, никто не думал про какие-то точные формулировки. Ну вот как пример у нас есть трактор сельскохозяйственный. Вот в санкциях, если в английский вариант посмотреть, там написано road tractor. То есть какой-то дорожный трактор. Ну вот наверное есть какая-то терминология в западных странах, почему он road. Тот, который имеет возможность выезжать на дороги общего пользования предположим. Но опять же к стране к стране это может быть по-разному интерпретироваться. То есть где дороги узкие наверное с этим похуже. Где дороги получше, наверное с этим попроще. Вот начинается интерпретация что такое road трактор. Отличается ли он от field трактора в данной ситуации. Вот или например там есть ограничение на подъем определенный определенного груза на навеске. Ну потому что это тягач. Ну так тракторы так не меряются. Это не тот критерий которым измеряют трактор в принципе. То есть на некоторых машинах это является характеристикой. Вот и какие-то отдельные модели могут попасть. Но это в итоге не про модель. Это про конкретный механизм на каком-то тракторе. То есть грубо говоря поменяет механизм на другой на этом тракторе вроде как становится можно. Ну так это тоже надо сходить и об этом узнать. У определенных компетентных людей, которые тебе скажут да, вот в таком исполнении наверное это не санкционный товар. Вот поэтому здесь очень много веселого, очень много деталей. И все еще продолжают это все проживать. надо то тоже вот все западные компании под одну гребенку не зачесывать, потому что большое количество семейных бизнесов не корпораций. Они проделали всю эту большую работу с точки зрения запасных частей, моделей, компонентов и в целом продолжают работать в нормальном таком операционном режиме. понимая, что для них это в том числе и окно возможностей. Сельхозпроизводителю что делать? Резюмируя все эти грядущие сложности. Вот по запчастям например. По запчастям то же самое как и по технике. То есть если сроки поставок запасных частей измеряются сейчас месяцами, а надо понимать, что даже если кто-то обещает сделать это быстрее, ну там 4-5 там или сколько-6 недель, эти обещания к сожалению могут ничего не значить не потому, что люди намеренно хотят обмануть, а просто на пути исполнения этого заказа могут возникать любые сложности. Ну вот например сегодняшние новости возьмем или когда они были недавно в Казахстане какие-то фуры начали отлавливать и ставить на штраф стоянку, ну потому что это противоречит каким-то там правилам. То есть вчера можно было возить, а сегодня нет. Можно ли будет завтра никто не знает. Или какие-то паромы плавали и перевозили грузы, вот, а сейчас каким-то причинам эти паромы эти грузы не берут. Это это все из жизни, да, или например раньше требовалось указать покупателя, грузополучателя, не покупателя, а грузополучателя. А в какой-то момент стали говорить, а покажите нам теперь финального грузополучателя во всей этой цепочке. Если это не то имя и не та страна, которую хотят видеть, ну соответственно да, и груз там уже не выпускает. Поэтому давайте сходить из того, что эти поставки будут вот эти мелкие каналы в разных в разных формах. Я даже сейчас не буду все перечислять. Они будут себя находить, но они все будут оставаться не очень системными, не очень не до конца структурированными, то есть не очень прозрачными, но вплоть до того, что груз на полпути бросается и выстраивается иная логистика. Ну потому что это не проходит. Вот. И в конечном итоге это 2-3 месяца по запасным частям. Я обобщаю. Я сейчас не говорю за каждого, да, но это наверное такие наиболее сложные вот ситуации. Это 2-3 месяца и либо надо заказать сильно заранее, но чтобы иметь возможность на вторые 2-3 месяца до заказать чего-то или там обнаружить у себя забытое, не заказанное. Вот. Либо понимать, что оно просто не успеет приехать. поэтому заблаговременно в том числе есть позиции цены, потому что это тоже постепенно дорожает. Оставляя себе запас хода на второй на вторую итерацию, если она вдруг потребуется по каким-то причинам с запасом, ну то есть создавайте себе каждый запас. Потому что дилеры и все люди, которые участвуют в этом процессе, они тоже конечно будут стараться сделать то же самое, но мы пока не всегда можем предсказать где будет тонко и где порвется в конечном итоге. Чтобы обеспечить себя с позиции риска. Наверное пока совет такой. Александр Александрович, спасибо вам большое за это интервью.